В Ярославле стартовал конкурс на формирование молодежного правительства области. Это общественный консультативный орган. У активной молодежи появится возможность реализации своего социально значимого проекта, прохождения стажировки в региональных эшелонах власти. Для многих участие в молодежном кабинете министров станет безусловным социальным лифтом. Марина Смарагдова сегодня познакомилась с некоторыми претендентами. Карина Смирнова в университетской среде Ярославля человек известный. Она возглавляет Ярославский областной союз студентов. Это шесть опорных вузов. Девушка уверена, что участие в общественных проектах поможет многим молодым ярославцам предлагать и реализовывать инициативы, и пользоваться возможностями родной земли. Карина выросла в Рыбинске. Сейчас учится на четвертом курсе факультета иностранных языков педагогического университета. Твердо решила подать заявку в молодежное правительство. Так как я являюсь руководителем большой организации, безусловно, вся моя деятельность связана с отраслью молодежной политики. И, конечно, эта сфера является для меня ключевой, важной и основополагающей, но тоже для себя отмечаю, что готова попробовать себя и в разных сферах. Ирина Морозова считает, что войти в молодежное правительство значит присоединиться к активно заряженной молодежи, готовой работать на благо своего региона. Для нее это новые пути собственного развития. Да и базовое образование подходит. Девушка изучает государственное и муниципальное управление. Заявка в молодежное правительство подается на знакомом для активной молодежи портале АИС «Молодежь России». То есть там нужно подать заявку, заполнить необходимые поля, то есть, например, выбрать те направления, в которых молодой человек хочет развиваться, описать те проблемы, которые он видит в этих отраслях, предложить свои решения. Безусловно, понадобится портфолио, паспортные данные, документы об образовании. Всех членов молодежного правительства Ярославской области ждет большая обучающая программа, чтобы выстроить траекторию индивидуального развития и, конечно же, знакомство с органами исполнительной власти. В педагогическом ВУЗе сегодня прошла конференция. Также и молодому кабинету министров предстоит много заниматься. Будут и выездные семинары, и гибридное обучение в правовой и политической сферах. Участниками программы могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 21 до 35 лет. И после этого, кроме заявки, нужно написать эссе на тему моего вклада в развитие Ярославской области. Это заочный этап. После заочного этапа в очный этап выйдет определенное количество конкурсантов, и они уже будут проходить личное собеседование с Советом при молодежном правительстве, который уже определит победителей. Формирование молодежного правительства планируют завершить в апреле. Марина Смарадова, Денис Кауров, Главные телевизионные новости.